В начальных классах у детей складываются основные моральные принципы. Формируются взгляды на мир и отношения к окружающим. На этом этапе очень важно познакомить ребенка с такими понятиями, как добро, страх, дружба или взаимопомощь, и на примере его собственных поступков расставить приоритеты. К сожалению, сейчас наше общество немножко такое жестокое, и на вот таких вот ранних этапах в детях необходимо закладывать то, чтобы дети были чувствительны и к своему ближнему, подставляли плечо свое и умели видеть уже с детства те трудности, с которыми потом придется столкнуться. Получив посадочные билеты, ученики заняли свои места в больших виртуальных воздушных шарах, которые по задумке направляются к острову счастья. Впереди интересное, познавательное, но порой небезоблачное путешествие. Ну посмотрите, мы попали в грозовой крон. Мы можем сейчас потерпеть крушение. Скажите, пожалуйста, что нам необходимо сделать? Ребята, ну не все мешочки, а разрешается выбросить только один мешок. Внимательно вытащите все мешки, рассмотрите, что вы можете сейчас выбросить. Подумайте и выбрасываем, чтобы нам быстро пролететь этот грозовой крон. Так, что вы выбросили вашего лога? На протяжении всего полета ребятам предстоит делать выбор и решать, от какого мешка им избавиться, чтобы полететь дальше. Школьники, не задумываясь, попрощались со злом, страхом, тревогой, но чем дольше длился полет, тем сложнее становился выбор. Вот и от золота приходится избавиться и от славы. К концу полета в обоих воздушных шарах остались по два мешка. В одном – собака и любовь, в другом – собака и дружба. Как теперь сделать правильный выбор? Что вы не смогли выбросить, что вы оставили в своих мешках? Кристина? Собак. Собака. Собака, я люблю человека. Я вас всех очень люблю, и детям. Вот за то, что вы сохранили дружбу, сохранив собаку, я горжусь вами. Ученики 4-го В превосходно справились с заданием и долетели до острова счастья. Путешествие в страну счастья. И мы проходили много неприятных островов, но мы победили и добрались до страны счастья. Мне очень понравилось это виртуальное путешествие. Узнал про шар воздушный, кто его создал, как называется. Было много поучения, было много пословица «добре». Сразу получил мотивацию делать больше добрых дел. Мне урок очень понравился, из-за того, что мы отвлеклись от всего и поговорили о добре душевно. Такие уроки очень интересные. Мы сегодня изучали добро. То, что добро делать бескорыстно. Если делаешь добро, не надо ничего в обмен брать. Вот как говорят, сделай добро, и оно тебе вернется. Я сейчас просто от души скажу, наш учитель самый лучший. Самый лучший во всем мире. И все мои одноклассники, они тоже самые лучшие. Свои оценки ребята получат. Но, как сказал учитель, не она их поставит, а сама жизнь. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди, дорогою добра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди, дорогою добра. Дарья Киреева, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.